С огромным выбором предметов, более 93 миллионов открытий и 6 миллионов зарегистрированных пользователей. Вы можете апгрейдить свои скины или выигрывать в наших бесплатных раздачах. Мы разыгрываем в наших социальных сетях более 70 уникальных скинов в месяц. Выводи свои скины и баланс в криптовалюту или через популярные платежные системы. Будь уникальным, используй промокод и выигрывай прямо сейчас. Крутой, да? Рассказай, где взял. Ну смотри, заходишь на кэс.мани, тут тебе и обменник, и торговая площадка. Выбрал, нажал, получил. Удачи, братан. Всем здарова, дорогие друзья, любители красивого киберспорта. Продолжаем смотреть за матчем верхней сетки. Финал ИНРов. Группа Роук против Тим Вану, микрофона Гомер. И, конечно, вторая карта этого невероятного БО-3. Первые выиграли бразильцы с невероятной жесткой борьбой. Конечно же, с овертаймами. Как иначе в такое-то время. Ну и по итогу все-таки оверпасс мы смотрим с ситуацией, в которой именно Роук отстают. Будем посмотреть, как все же дела будут складываться на их карте, которую выбрали именно Роуки. Пока складываются не очень, откровенно говоря. Столько проблем возникло у них при попытке прорваться через шорт, что уже и пистолет туда хочется закончить, наверное, и играть следующие раунды. Здесь особо ничего не предпишешь. Понимает это и Тенске. Особо торопиться здесь ему уже смысла нет, куда-то идти погибать. Куда полезнее выглядит подсейвить армор ЦЗ-шку и дым, которые все еще есть у Тенске на руках. В принципе, этим он и занимается, как мы с вами можем заметить. Ну, неплохие инвестиции в будущий раунд. Так, 1-0 в пользу Тим Ван. Ну что, коротко вспоминаем о том, как проходила, в принципе, карта у нас Инферно. Опс. Где тут? Один взорвался, второй. Сам набежал на Тенске и погиб. Ну, даже еще небольшие плюс деньги. Так вот, касательно карты Инферно. Роук показали вроде бы неплохую рабочеспособность защиты, в которой у них было много положительных моментов, таких приятных нюансов, в которых было приятно смотреть за их игрой. Но потом пошла сторона атаки. И вот не знаю, как вам, но мне она совершенно не понравилась. И после этого, к сожалению, ну вот для себя я сделал вывод, что Роги не должны были побеждать на карте Инферно. После череды ошибок Тим Вана Роук на самом деле могли все-таки закрыть карту, но не смогли справиться за два маппоинта и вышли на овертайм. И вот там уже бразильцы не прощали. Тотальная аннигиляция, невероятный эйс от Малюки. И, конечно, крутая игра, в принципе, от Тим Ван. Ну, очень классная концовка. Опять же, если вдруг почему-то вы пропустили первую карту, обязательно посмотрите чуть попозже ее, в повторе. По крайней мере, допы однозначно вашего внимания заслуживают. Один невменяемый клатч там точно есть. Ну а пока смотрим уже оверпасс. Каким будет он делать выводы, трудно. Конечно же, карта явно приятнее. Чисто по цифрам должна быть именно Роук. Но цифры нас на этих квалификациях обманывали, откровенно говоря, ну прям слишком часто, чтобы я хотя бы наполовину им верил. Вчера неоднократно команды, которые плохо играли вражеский пик, в итоге выигрывали ее, а вот свою карту забрать не могли, хотя там ситуация была зеркальная. Ну, как тут пока не ясно. Теревок пытается повторить свой небольшой триумф. Карты Инферно, и они это делают, походу. Без потерь. Вот такие вот раунды Роги могут себе позволить показывать. Просто ЦЗшечки, ближние позиции и хорошая работа по итогу. 1-1, лоу. Ну, проводя опять-таки параллели с предыдущей картой, с тем, что было на Инферно, дебют практически такой же. Ну, по сути, это ровно такой же, так как именно там тоже Тим Ван первый пистолетный раунд смогли себе обеспечить. И хвалили мы их за это, а потом с форсом не справились от Роги. И отдали целую серию раундов, которые, конечно, причинили немало проблем для этого коллектива по итогу. Ну, здесь, наверное, отчаиво сорноват. Все-таки в прошлый раз выпутались. Здесь еще есть надежда показать свой контрфорс. Но шансы, естественно, невелики. Позиции хороши здесь, собственно говоря, у защиты. Ну, и они пытаются за них бороться. Правда, два девайса уже отпустили, только с двумя разменами. И этого, откровенно говоря, маловато. Ну, посмотрим, хватит или нет. Вайс очень важный фраг только что дал. Как раз-таки у Нико был калаш на руках, который смогли себе выбить Мак-10. Вайс здесь не настолько полезен. Опс. Вайс не ждали за углом. И рефорс, очевидно, уже здесь не получается показать на хорошей команде Team One. Значит, зеркалочка. Точнее, даже не зеркалочка, а ровное повторение того, что мы уже с вами видели. Придется Team One давать первую серию. Ну, и играть за атаку со счета 1-3. Не самое благоприятное счет, по правде говоря, на чужой карте стартовать за атаку с трудом. Но вот так вот, с такими проблемами, это не самая хорошая новость. Но думаю, что бразильцы как бы после такой волевой победы на карте Инферно быстро расстраиваться не будут. Или как-то поддаваться волнению морали. Все еще впереди. Все хорошо. Впереди также и выход на фонтан. Ребята очень не торопились в этом поступке своем. В принципе, логично, почему ждали аркады от самих Роук. И все-таки какую-то додождались. Встретили там Тенский с МП9. Тот умудрился два фрага все же оформить. Подформить себе по 1200. Но дальше погиб. Еще один размен. Удается поймать на игре в Солянова отдельных игроков Роук. И получить на этом какие-то дополнительные киллы, дополнительные деньги. И даже пока что девайс на руки. Вроде бы неплохо. Вроде бы пока что. Да, Роук раунд должны забирать. Но какие-то деньги повыбивать из соперника. Это то, на что изначально хотели рассчитывать эти игроки. Опять же, это фул эко был. То есть там вообще толком ничего не покупалось. Чем не повод порадоваться даже такому достижению. Ну, Роук тоже, в принципе, более-менее довольны должны быть. Но у них нет причин настолько сильно париться из-за того, что здесь происходит. Рановато, пожалуй. МСЛ ставит точку в раунде. 3-1. В общем и целом, по итогу, ну, такой результат. Как бы ровно повторяющий карту Инферно. В начале, по крайней мере. По крайней мере, в начале. Как бы и дальше увидим. А вот не знаю, Роук. Если покажет хороший оверпасс, то можно, в принципе, попытаться поверить в то, что проблемой была карта. И просто Инферно еще не доработали в обновленном составе. Не смогли ее до конца вернуть в свою мапу, реанимировать. Если же и на оверпассе игра будет не самой внятной, то, наверное, увы, как бы это не было досадно признавать. Но вот мне как-то в команду Роук дальше в этих квалификациях вериться будет не особо. Я вам напомню, что слот всего один на кону. Оп, одного взорвали. МСЛ. Ну, как так? МВП. Дримхака. Летнего. И что вот это сейчас было? Казалось, такой простой фраг должен был быть для МСЛ. Но нет. В который раз не повезло. Не знаю, мне кажется, что скоро мир начнет меня воспринимать какого-то хейтера МСЛ. Потому что регулярно я там осуждаю его игру. Ну, потому что, ну, слишком нестабильный снайпер. Капитан в Норс вроде бы неплохо он работал. Ну и то. Видите, команда Норс, оказывается, не до конца была довольна. Возможно, как раз из-за индивидуального уровня игры. Вот. С ВП, ну, один турнир успешный за миллион неуспешных. К сожалению, я был бы очень рад, если бы МСЛ как-то вот индивидуальная игра именно пошла под подъем такой, знаете, под горочку. Но пока, увы, этого мы не видим. Зато видим раунду Тим Ван, которые очень быстро вернули себя в игру. Вот, насколько я помню, кстати, и в этом вопросе у нас тоже повторение предыдущей карты состоялось. Итак, пока 3-2. И пока последние деньги для команды Роук, в которой те, конечно, решили уже пуститься во все тяжкие. Ави, Каук, две Эмки и Калаш, которые Тенский все-таки умудрился сохранить. Ну, один из серьезных раундов. Так как именно он определит преимущество на старте. А что тут такие за интересные мутки с подсадками? Алло. Алло, ловмейстер, мы тут придумали новую фишку. Покажите снайпера. Снайпера покажите. Ого, вот это чек. Ха, девяточки-то какой показывает Тим Ван. Бам, и не попал. Мауки, ну как? Такой мув. Запалить и в итоге не убил. Слушайте, ну, Тиман одной этой подсадкой уже успели меня с большим таким нетерпением ждать следующих раундов. Просто 10 оффмейстеров из 10, я не знаю, такой буст только что показали. Никто не в курсе, Тиман себе Энди взяли на роль тренера? Что творится? Что за жесть? Что за бусты такие-то? Невероятно. Подсадка, конечно, крутая. И вроде как сработать-то она тоже могла и должна была. Но немного подвела стрельба. По итогу Тим Ван просто... Ну, кстати, вот Рок могли даже не до конца понять, что происходит, если пуля там где-то не мимо пролетела. Но должна была. Ох, тут по флешку залетают, но только с потерей одного и сразу же с разменом. Дальше снайперская дуэль. И в этот раз уже МСЛ не мажет. Ну, наконец-то. И МСЛ дождался фрагов для себя. Здесь не ваншот, не допроверка позиций. Ну, и тут как-то... Отсадки это, конечно, хорошо. Но выходить получается не особо. Ника остается в кладе ситуации. 1 в 4, по-моему. Если я ничего не путаю изначально. Два фрага весьма быстро нашлись. А вот третий не найдется, так как в затылок уже ему пришел СИК. 4-2. Ждем, очевидно, паузы от Тим Ван. Ясно. Ну, скорее всего, пауза от Тим Ван. Как бы я делал такие выводы. Потому в каких ситуациях и как часто Тим Ван прожимали тайм-ауты до этого. Это было бы, в принципе, логично с их стороны. Увидеть подобного рода паузу. Ну, до конца я в этом не уверен. Ну, зато уверен наш товарищ режиссер, который вывел плашечку. И подтверждает то, что действительно этот тайм-аут как раз от бразильцев. Ну, отдали такой раунд для себя неприятный. При этом показали уже фишечку. Снова, кстати, отмечу то, что Тенский просто рвет и мечет в ранней стадии игры. На Инферно была та же история. У него КД там 12 или 13 был поначалу. Теперь тоже на старте целая куча импакта именно вот этого игрока. Стендин, еще раз повторюсь, стендин команды. А такой полезный. Просто что с него взять? Невероятно. Много пользы именно Тенский вносит в игру. Так, ну, здесь экономически, к сожалению, особо сделать ничего не удастся, судя по всему. Ну, даже не знаю в такой момент. Конечно, на бомбу бы сыграть по-хорошему. Пока модель отыгрывания экономических раундов примерно одинаковая здесь у Тимана. Они уж такое показывали неоднократно, но, по-моему, тогда особо не сработало. Ну как, два фрага забрали. И то уже хорошо. И то уже должно было их порадовать по идее. А тут, кстати, интересная позиция у Тенский. Если Диггл у кого-то из игроков атаки залетит. Опс, подсадочки, ну знаешь же, где не отпускать. Ни в коем случае нельзя было. Действительно получилось справиться. А вот дальше МСЛ задавить. Задача не из таких простых. МСЛ хоть против Эка, но отбился на пару с Вайсом. Раунд успешно выиграть он все-таки смог. Ну, красавцы. Остается только похвалить. Здесь второе опорное звено верхнего плаента. Если Тенский как-то вот в этом моменте все же был застигнут врасплох, то у его тиммейтов таких проблем против пистолетов не возникло. Раунд казался проходным. Таковым не должен быть этот, так как здесь уже и девайс присутствует. Тут уже все намного любопытнее. Четыре Каваша и Галил. Ну. Опять же без упор. Какая флешка! Ой-ой-ой. Вот флешка на миллион, а как-то вот Сик должен был по идее первого и второго забирать. Там оба отдавали ему честь или забирать первого и уходить. Но Сик, очевидно, почувствовал себе возможность забрать второго. Искушение было слишком велико. Какие искушения у Тенский здесь зайти, пропушить длину и найти такой фраг для себя. Ну, фраг однозначно хороший. Тем более, что теперь преимущество на карте от команды Rogue неоспоримо. У них все четко разобрано. То есть два на нижнем, два на верхнем. Играют против троих, один из которых битый. И на всю команду Team One там было три флешки, одну из которых уже потратили вторую тоже. Дым и хайе. Сильно много здесь не разыграешь, конечно. Но может что-то из этого да выйдет. Минимально. Итак. Постепенно выход. Осторожно, контактно прочекивая позиции. Граната толком нет. Поэтому под раскидку здесь и не выйти. Вайзлуп он не заметил. По идее должен был. Ну, там с XRM трудно было понять. Это халявная бомба. А Rogue как бы сыграли в отдачу. Ну, нормально. Мессель подорвал все же игрока атаки. Эдикей долго жить не должен был. Что? Ну, хоть и Мессель справился. Правда, бит моментально находит размен. Теперь знает позицию. Защиты нет, кстати, дыма под этот ритейк. Есть только флешка, которую бит успешно скушал лицом. Слышал. Дефьюз. Не доспрейил. Теперь дожал. Не ждет второго. Ну и Тенский. В торопях, но дожал оппонента. И даже по идее должен успевать раздефьюзить бомбу. Да. И раунд выиграть для команды. Ну, раунд. Rogue, откровенно говоря, выиграли сложнее, чем должны были. Мне кажется, что там как-то все выглядело более просто. И очевидно. Они вот с такими серьезными трудностями. Прямо преодолеванием самих себя. Но раунд есть. И только это играет ключевую роль. Если говорить же не про ключевую, но важную составляющую, так это экономика защиты. Ее лишилось напрочь. Уж больно много потерь. Ну, для Тим Вана есть неплохая возможность сейчас попытаться еще. Дать хоть какое-то адекватное количество минусов. За счет чего продолжать заставлять Rogue перезакупаться. И в принципе тогда расклад будет вполне себе адекватный. Нужно будет перевернуть экономику быстро. Но если Rogue сыграет раунд практически без потерь или вообще без потерь, то тогда, ну, как бы, доминация в первой половине будет напрашиваться очень сильно. По крайней мере, выход на адекватный счет и большое количество возможностей продолжать играть именно первым номером на карте. Ну, посмотрим. Пока выводы делать заранее какого-то серьезного смысла нет. Долго ждут возможности применить свой калаш, закупленный. А деньги на него были, при том, чтобы не особо напрягаться в следующем раунде. Но вот никто банально не подставляется от Rogue. Что ты с них возьмешь? Игра-то пассивная. Никто не хочет открываться на огонь и нарываться на какие-то серьезные неприятности. И все слишком осторожно здесь для того, чтобы действительно найти шальные фраги и заполучить девайс. В этом моменте Rogue молодцы. Очередная подсадка. Любители бразильцы побустить друг друга. И вот он, выход. Кстати говоря, начинается очень неплохо. Фраги-то жесткие. Дает атака. Справляется Никомич еще с одним. На девятку пытается заспреять. 7 секунд всего лишь, что нужно ставить бомбу. А где пакет-то? Ай, не доставит его уже. Понятно это. Ну и Ником важно не погибнуть. Слушайте, один в один-то все закончилось. Так-то могли бы Тим Ван еще за этот раунд побороться. Ну, на том изместо этого просто выбили все возможные деньги из соперника. Прям вот все, что было. Буквально обобрали здесь Rogue и заставляют скупаться всех игроков. Ну, до нуля практически. Тенский только выживал, но и он сейвил АВП для МСЛ. И это была его ключевая задача. Это, конечно, жесть. Такой раунд. Ну вот ясно, почему так поздно выходили. То есть этот момент тоже вполне логичный у Тим Ван. Там гранаты мешали в определенной степени. И они ждали, пока тера сеется. Ну вот прорваться бы до план-такте об одному из игроков и уже все. Раунд мог закончиться совсем иначе. Но не закончился, потому что Rogue молодцы. И смогли дожить. Но необходим вам момент. И так. При счете 7-2 у Тим Ван наконец-то девайс на раунд. Давненько мы их не видели полноценных с их стороны. На самом деле не очень давненько, но вот как-то по ощущениям. Возможно из-за времени. Сейчас уже 7 утра по Москве. 6 по Киеву. Всем доброе утро, дорогие друзья. Доброй ночи. Такой уж точно не поворачивается язык назвать. Хотя у кого-то, возможно, только каточки в разгаре. Это такое уже. Зависит от вашего графика. Но я так понимаю, что раз сегодня понедельник, скоро будет прайм-тайм людей, собирающихся на учебу или работу. Если такие уже есть, промояйте в чате. Всем пламенный привет и удачи. 25 секунд. Тим Ван. Показывают чудеса, стратегии какие-то на оверпассе. С супер лейтом игра. А тут до сих пор дым. Лол. А что вы сделаете с этим? Там до сих пор гранаты зажигательные летят? Нет, от атаки уже. Ну хоть так, на точках вроде бы упускают. Снова Роук отдают позиции. Господи, я этот оверпасс видел вчера. Роук же его... Именно Роук же катали овер, да? Я просто вспомнил эти отдачи. Мне кажется, что я это уже встречал. Ну и в этот раз это обернулось для них серьезной проблемой. Серьезнее, чем могло показаться на первый взгляд. Остался в живых только лишь Тенский. И хоть два оппонента очень сильно битых, все равно в этом раунде он уже ничего не сделает. Придется спасаться и уходить, сохранять вновь ВП для МСЛ. Где-то мы это уже видели. Нет, кстати, оверпасс они не играли. Тогда был Трейн и Нюк. Прошу прощения, дорогие друзья. Мы просто похожи. Я вот такую модель обр... А, это стоп, 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 да. Роуки играли Нюк и Трейн. Значит, да. Тим Ван катали оверпасс. Кстати, вчера выиграли его у Спейстейшн со счетом 16-3, чтобы вы понимали. Я вот признаться, вообще этого не помню практически. Этот матч я же и комментил, но такой график он как бы напрочь отбивает кратковременную память. Ну да, начинает восстанавливаться. В ГВТ там третий мираж, первый мираж был, третий трейн как раз. Ох, ну жестко, жестко, конечно. А у нас с вами тем временем очередная пауза. Любопытно, что Тим Ван так много пытаются уделять времени именно тактической составляющей, как это пытаются сразу проблемы какие-то фиксить, решать их. Хароук играют по наитью, по тому, как все происходит. Хотя, казалось бы, возможно, этой команде не помешало бы. Иногда какая-то тактическая пауза и мудрый взгляд МСЛ или кого-то еще. Все же, ну, когда в команде играет тот же Хико, например, ну, как-то странно его недооценивать. В роли возможного второго мозга головного коллектива. Ну, ладно, не суть важна. Тим Ван после тайм-аут, кстати, принимают решение ломать тайминги. Если раньше мы от них видели очень много выходов именно с супер-воздним таймингом, здесь же все намного, намного быстрее. Ну, не факт, что намного лучше. Плохой фраг по Сику. Подсадочка с цементом была замечена. Ну, там столько гранат. Просто использую не хочу. Но пока вот действительно не хотят. Малут, кстати, из-за этого и погибает. Не был готов принять Аркаду с ЦЗшки на себя. И так-то еще 3 в 3. И даже с китами при всем при этом. Тим Ван обороняют бомбу агрессивнее, чем Рог обороняют БП. Заметили это? Но все равно тоже очень осторожно. И все равно тоже выпуская на все хорошие позиции Рогов. Отдавая все, что можно в этом мире позиционно. Но, о мой бог! Ай-Ди-Кей вантапчиком уже хика додушил. Тиммейт саппортил. И все же 2 в 3 они не дают ретейкнуть эту бомбу. И выбивают окончательную экономику из команды Роук. И на улице бразильцев наступил праздник на карте оверпасс. Все же отбились как могли. Старались. Но это было близко. Если бы девятка не справилась, а ее там пытались выключать, то, конечно, Т1 браунд не выиграли. Найс! Одни аркадят фонтан, подрывая его. Другие просто принимают решение быстренько выбежать на Б. Нормально. Вот уже добегает этот паровозик смерти до спины игроков. Тим Ван, мне, кстати, пытаются дать бой в ранних парах. И теряют на этом двух игроков. Ну, на этой проблеме, на этой потере Т1 заканчивают, давая достаточно фрагов, забирая калаши, которые были им утрачены. 7-5. Пока что и приходим к девайсному. Причем девайсный, ну, возможно, ключевой для первой половины. По крайней мере, это касается вот Т1, если они претендуют на те же 7-8 раундов. Больше уже, конечно же, не выйдет. Ну, можно еще попытаться. Раунд за два у защиты. При этом бай не самый прочный, даже авика нет. В отличие от Малукс СВП, который... Ну, не раз показывал нам какие-то феерические хайлайты. За которые глаз цеплялся и радовался. Ну что, минут 15 и, в принципе, Т1 начали снова играть в супер пассив. У них вот как-то, знаете, средних раундов нет. Они играют либо на ноге, прям нажали плюс свои и полетели. Либо вот как-то так. Минута, и прилетает дым на туалеты. И дуга даже близко не занимается еще. На том и занимается длина. Здесь дуо MSL и Tenski будут отыгрывать. Спина в спине. Ну, приемка, кстати, может сработать. MSL от флешки, естественно, отворачивается. Парный выпад. До свидания, Bit и TRK. Ну, вот подождите пару секунд и дайте никому включиться в это. Не знаю, почему-то позволили, но тут уже все. Раунд провальнейший от Team One, по правде говоря. Ну, то есть, вот до того, как дым рассеется, оставалось сколько? Две-три секунды. Почему атаки не терпелось побежать туда и стрелять с одного направления, а не с двух? Это не ясно. Ясно только то, что за 20 секунд ADK такой клатч выиграть практически невозможно. Особенно, если тот будет долго принимать решения. Да, даже если быстро все равно банально до плунта не добежит. Был бы неплохо погибнуть. Но ADK на том месте даже фрак успел дать. Пытается унести авик. Слушаю, что за ним выдвинулись в погоню. Это сик, сик, префоч. ADK даже толком увидеть оппонента не мог. Минус деньги для ADK. У остальных... Кстати, все плохо. Кстати, все далеко не хорошо. Байта будет, но вот как-то... Если бы не TRK с его 8000 с лишним, все было бы очень и очень трагично. А так 2-0-3 калаша и еще терпимо. В какой-то степени учитывая пул девайсов соперника. Невероятные какие-то тоже приходится экономические решения предпринимать. Нет ни одной команды на карте, у которой была бы адекватная экономика в этом раунде. То, чтобы им хватило на хороший бай. МСЛ. Как бы, ну, не должен уходить, по идее. Он сам себя пытается отгородить гранатами и после этого уйти уже в дверь. Нормально, МСЛ отпускают. Игрок на турбе не особо торопился включаться во всю эту заварушку. Уже и поздно. Сдача ADK была не убивать МСЛ, а контролить возможные аркады. Которых, кстати, тоже не последовало. Да, ну, 2 дыма, 2 флешки, 2 молотовых. Остается для атаки, чтобы этот раунд доконтролить. ADK без гранат. Он просто все так же на противоположной точке тусуется. И, походу, будет здесь люрковать. Или даже первым номером откроется. ADK, по-моему, заметили. Да, он сам показывает себя. Ой, ну, но что, зачем? Ну, но что, зачем? Убегает он до девятого. Он не знал, конечно. Пытался быстрее стянуться к тиммейтам, которые отыгрывали второй эпизод этого невероятного фейка. Но что-то выходит все не лучшим образом. Масаль за углом. Ну, по-любому не чекали. Там это было видно. Масаль выходит пикать под флешку и погибает. Ну, вот что тут Малука делать? 25 секунд. И там спина горит у него. Кстати, Хика не дожидался своего тиммейта. Возможно, стоило бы. Но на уверенности и на стрельве справиться все равно удалось. 9-5. И потенциально десятка за защиту для Роук с такими темпами. Отличный счет. Так, ну, давайте посмотрим. Так-то ни одного девайса здесь нет. Поэтому Т1 раунд обещают быть, ну, очень тяжелым. Но, вот опять же, вчера играли они против Спейстейшн. Оппоненты близко не настолько сложные, как Роук. В принципе, команда, которая заняла последнее место в этой группе, сделать ничего толком не смогла. Ну и плюс, кстати, 12 из 16 необходимых раундов Т1 взяли за защиту. Потом 4 подряд за атаку. Не знаю, может это как-то или нет. По сути, это вообще никакая не статистика. Так как, может, и за атаку бы они взяли много. Но он просто скорее фан-эффект. Как и фан-эффект, то, что сейчас атака такой раунд может затащить. Два красных, оба на одну пулю. Бит 12 хп Малюка. 10. Тенский, ну, знает про утраченную бомбу, по идее. Как ее забрать здесь в атаке, не погибнув, это вообще непонятно. Но сам вот Тенский ждет действия агрессивных против себя. Замечает одного, сразу дает по голове. Минус Малюке. Но он бита не видел. Бит об этом не знает. Но бомбы забрать ему позволяют. Ну, просто как-то коварно переиграть соперника. Так, чтобы мне не пришлось стреляться один на один. Стоим это 12 хп. Но у Бит вариантов немного. Он фейкует. Оп. Тенский не понимает. И Бит выигрывает этот раунд. Хитро сыграть получилось. Браво, Бит. Браво, бразильцы с деглами на руках. Но раунд они все-таки отжимают для себя. Ну, красавцы. Раунд-то был просто безумный. Они прорвались на Б. Дали нужные фраги. Заполучили немного девайсов для себя. И даже несмотря на то, что были красными, раунды играли себе в плюс. Смотрим вторую пистолетку. Ждем ее. Там как раз... Сейчас мы увидим, наверное, продолжение этих перипетий пистолетных раундов, потому что это все интересно. Можно говорить о том, что, ну, в принципе, Тиванта выиграли две пистолетки. Но ни одной пистолетной серии они так и не выиграли. Если я ничего не забыл. А я вроде бы ничего не забыл. Роук вторую пистолетку на Инферно забрали. Счет близкий к той, что был на карте Инферно. Разница минимальная. Не 8-7, а 9-6. Если параллели продолжатся, то прям страшно. Уже какой-то матч с рука получится. Хотя бы декорации меняются. Ну, Роук принимает решение, не мудро стоя лукаво, просто вбегать на ноге под нижнюю точку. И решение оказалось целиком и полностью оправданным. Пока TRK и Ником там себе что-то одумали, пробрасывали гранаты. Их просто пронесли вперед ногами. И отправили на респаун. Ну, как бы что. Все. Или не все. Бит говорит нет. Будет еще бороться вместе с тиммейтами. Есть размен. А есть ли киты на точке? Вот что-то интересное. Ну, скорее всего, у игрока со смоком-то киты и были. Есть хороший фраг. Нормально. Пытаются дальше давить. Ну, с девятки. Справляются ADK. Молодец. Вайс. Вайс, Вайс. Вайс, Вайс. Вайс по затылку может убить всех. Но всех не убил. Теперь на него уже двое открываются. Там на морозе дефьюз. Не было китов, да? Ну, то есть, если бы были киты, то Малуки – это просто… Это худшая отыгровка, которую я видел в своей жизни, если киты были. Если китов не было, и тайминг позволял сыграть вдвоем, то можно было бы чуть красивее закончить этот раунд. Чуть более красивый – это значит, что, в принципе, раунд – а выиграть. Ё-моё, но я думаю, что действительно щипцы просто не были закуплены. Или не находились у Малуки в нужный момент, и он бы не успел за ними сходить и вернуться. Что-то эдакое. Бомба так-то пищала очень сильно. Но по итогу эта зеркалка продолжается. Почему я все время говорю, зеркалка, когда это просто повторение. Ладно, не важно. Важно, что ни одной первой серии Team One пока за это было 3, и для себя выиграть так и не смогли. И если не будет третьей карты, то и не смогут. Но третья карта пока по такому счету скорее да, чем нет. Конечно, на горизонте может замаячить. Ну, очень зазываю вас дождаться в первую очередь девайсного раунда. Но там уже будет видно. Как бы сейчас будем смотреть за полноценной игрой вот этих команд. А не то, что было до этого. Просто, ну, вы сами помните атаку от Роук на Инферно. Там все было так себе. Сейчас с леверпасса кажется чем-то похожим. То сорян, как бы. Даже с таким счетом я в Роук буду мало верить. Но по идее хочется верить, что так и есть. Атака должна качественно отличаться на уровень, а то и на 2. От того, что мы видели. Роук на Инферно. Team One, конечно, показали нам подсадку тысячелетия, которая в итоге не принесла минуса и больше они ее не разыгрывали. Но зато раунда взяли не так много для себя, как бы хотели. И то один из них был с деглами на руках. Ну, посмотрим. Вот сейчас на девайсах. Роук пока холдят. Только сейчас начинают прорваться под туалет. Там, кстати, в упоре за стеночкой Маук пропускает оппонентов на длину. Может попытаться в спину зайти. Его пропускают. Опс. Здрасте. И он про длину должен, наверное, понимать в определенной степени. Сам Маук думает, куда ему уходить. Не до конца осознает, куда ему производить ротацию. Четко стрейфанулся максимально по таймингу Маука для себя. Но тут ясно, что его не хотели отпускать. Ох, Вайс, как же он запрыгивал. Хоть как-то доразменялись. С горем напополам. У защиты вообще никаких гранат нет. Все раскидки у атаки на руках. Но тайминга практически не осталось. Нужно просто уже нестись вперед. Пошли гранаты. Адикей прочекал все ли там. Увидел, по крайней мере, двоих. А защите, кстати, гранаты не мешают. Все тот же перекрасный огонь, в котором хватает буквально биты. Но Адикей все же один фраг себе отжать умудрился. На двоих постелили. Ну и вот как-то, честно говоря, мне немного страшно после такого раунда. Тенский, кстати, полторы тысячи. Раунд уже сейчас. А трог будет неполноценным по девайсам. Ну, по правде говоря, вот первый блин комом, если говорить про атаку команды Роук именно на девайсах. Ну, надеемся, что все же. Вот действительно, проблема чисто одного такого раунда. Дальше все будет подчетче. Ну, тут не подумайте тоже. То есть, мне не принципиально выигрывает Роук или Тим Ван. Опять же, мои ставки скорее на другие команды, которые инвайты получили, уже вплывов на квалификациях. Мне намного интереснее, чтобы матч равносильно проходил, а не вот так вот с перекосом в одну сторону, когда речь идет за вторую половину. Раунды, если забираются на каких-то ошибках, а не на каких-то классных моментах. Вот такая вот у меня логика. Ну и пока кредит доверия Кроу, конечно, не очень велик просто из-за Инферно. Так-то стоит ждать более качественной игры именно на оверпассе. Пока вроде бы четко до контакта, степом скрываются позиции. То есть, как бы это не тактики галактики тысячелетия, но вполне себе страты, которые работают у других команд. Почему в боеролках не играть? Скорощаю дистанции по длину. Тут Малук с Саугом. Дал Молик. И будет занимать угол. Ну, кстати, угол коварный. Не всегда его проверяют. Но там был зазор или не было? Походу, не было. Малук просто будет морозиться до последнего. Там флешки, там все слепые. Знал бы, убил бы всех. Оп, сам выходит на инициативе. И, кстати, погибает. Не то, чтобы за это. Просто МСЛ готовился изначально скрывать позицию. Больно много игроков на длине. Малук, кстати, скорее всего подозревал, что с таким количеством оппонентов на длине его будут просто проверять. Атака пытается отморозиться после того, как поставил бомбу. И на отходе еще и Тенский спинец забирает единственного игрока. Тим Ван. Который был там, конечно же. Итого защита остается втроем. И вот с такими позициями от атаки, это уже можно подумать о сейве. Минус ТРК. На паксе. Никол. Классная точка с постелем по двоим. Два в два раунд. Боикует по дефьюзу. Выходит, забирает. Еще одного остается. Два в одного. Тут Тенский показал свою точку. Ником просто не хочет отпускать до последнего. Пытается дать возможность имейтера с дефьюзит. Он дефьюзит на последних секундах. Тенский не добил бита. У него было мало пуль по ходу. Пытался в антапами и те не зашли. Что за раунд? О, мой бог. Как такой Тим Ван выиграли? Как? Как это было возможно? Просто жесть. Там уже смока не было, в котором дефьюзил. Игрок защиты. И просто как заговоренный все пули мимо летели. И раунд забирается. И раунд в шоке. И пауза сразу тактическая используется. Но скорее всего опять же от Тим Ван. Я не знаю вообще, как такое объяснить. Ром, также я не знаю, как объяснить то, что стандин команда идет с двойным КД. Остальные еле-еле один в один могут выходить. И то не все, товарищ Хика. Ваш адрес, претензия. Ну это, конечно, жесть. Какой-то раунд абсолютно невероятный. Но, честно говоря, это очень удивило. То есть, вроде как, Роук сделали все достаточно грамотно. Они хорошо отошли. Ну, просто над боксами. Но вот на боксах, над всеми дымовыми гранатами был Ником, который заспреил. Да причем так заспреил, что постелил там двоих и тиммейт подключился. Ну, классный раунд, что здесь сказать. Красавцы. Тим Ван. Удача благоволит сильнейшим, как говорится. Но Роук-то должно было раздраконить очень сильно. Сейчас посмотрим Ником. Он, кстати, пропустил Вайса и еще и тиммейта. Не то, чтобы сильно продал, но мог сыграть получше. Вот как и, наверное, господин Тенский, который бомбу ставил под монстр. Предварительно не прикрыв ближней позиции. Пуль заканчивается в тридцатке очень несвоевременно. Теркей с пистолетом уже на руках шел добивать. Но это два в два. Инфа про ХП есть или нет? Ровно так же, как и понимает ли атака, что у них в спине один игрок. Адикей, кстати, не торопится. Не принимает решения уходить. А здесь, извините, как бы уже Адикей. На позиции делает все красиво. Разрыв всего два раунда. Дистанция сократилась очень сильно. И пока такое впечатление, что все страшные прогнозы постепенно становятся явью. Где атака у Роук непонятно. Но вот как бы здесь тоже, ну, глупо винить Роук в тот раунд. Ну, что там, Тенский, который просто и так работает выше всяческих человеческих возможностей и максимум импакта вносит. Ну, вот одного парня не убил. Но это раунд, который мог решить очень многое на самом деле. 5-0, почти без урона. Только Адикей ранили. Ох, Тиман зарабатывает неплохую экономику наперед. Ну, и полноценный девайсный от Роук прямо сейчас. 20 гранат на команду. 5 калашей. Без АВП играют. Ну, вроде бы все неплохо. В Ростом есть ли идеи как-то реализовать? Какая-нибудь аркада Б здесь будет восприниматься как предательство против интересного КС. Нужны какие-то более жесткие тактические меры. И, кстати, они присутствуют. 1-3-1 растянулись. Заняли болото быстро. Ну, достаточно много внимания привлекли. Там, походу, подсадки готовятся от атаки. С таким скоплением игроков атаки. Странно будет, если буст не произойдет. Кто-то ником это читает, но не до конца. Не тот буст проверил. Ох, там прогрин. Видели какой только что от Роук был-то? Ой-ой-ой. А мы это не увидели до конца. Ну, только трассерами. Жесткие гранаты. Они летели, получается, по идее на позицию Теркея. Теперь он ее уже занял без проблем. Ну, прям красиво, красиво. Окей. Опять же, фишечки. Мне кажется, что Роук... Я не знаю. То есть, скажите, в чате есть у них там тренер-аналитик или нет. Я не помню. Но там, походу, есть отдельный человек, который готовит им эти фишки с гранатами. Ибо это было до Кэддиана. Точнее, во время Кэддиана и после него. Уже с МСЛ. Здесь как-то... Малюка и не мог просаппортить. Это уже расстановка защиты была не самой качественной. Но Малюки на том, если просто откидывать зажигательную гранату и готовится к самому неприятному развитию событий, если таковое будет. А здесь никому же прожаболото. Открывается дверь. А тут как бы два игрока защиты. Добрый вечер, я диспетчер устраиваю. Ну, разменялись как-то два в два. С горем напополам. А Малюка успевает сместиться на девять и дать первый хэдшот. Причем еще и выбить бомбу. Осторожненько Гуськон. Остерегаясь девятки. Но не подозревая то, что Бит уже готовился убивать. Бит. Он потерял Лаук или нет, кто понял? Ну, вроде бы деньги у него не слились. Там просто вот в один момент у него по 250 панорама показала. А когда он уже оказался в игре, и он такой, типа, какого черта? Я же Ешки забирал, я же не дропал даже Лаук. Тактическая пауза от Роук. Ого! Первая тактическая пауза за две карты. При том, что там были камбэки, овертайм. И здесь вы решили прожать тайм-аут прямо сейчас, Роук. Это уже серьезно. Ну, это уже достижение, знаете ли. Роук начали играть серьезно. Взяли за голову. Но раундов за атаку после пистолетной серии так-то и не прибавилось. То есть причины для тайм-аута давно присутствуют. Необходимо что-то менять в своей атаке. А денег на то, чтобы что-то менять прямо в этом раунде, ну, не слишком много. 4 ЦЗшки МАК-10. Походу, какая-то аркада Б намечается с такими темпами. Бай как бы на это намекает очень сильно. И красноречиво. Да, так оно и есть. Там, кстати, Хаешкин готовил нужных игроков. Теркия свою прокинул рановато. Морик там немного тайминга отрезал. В общем, да, классная граната вот от нас зашла. Вот ником он заметил. Ну, прочитан был этот момент. Сами Роукки на карте Инферно прибегали к аркадам одной из баз. Когда у них все шло совсем плохо. То есть не знаю, нужен был ли на это тайм-аут. Ну, я, по крайней мере, надеюсь, кстати, не того убили. Ну, понимают это. Пытаются не дать оставить. Не дали. К чему была моя мысль? В том, что я надеюсь, что Роук за свой тайм-аут не обсудили эту аркаду Б просто. А продумали девайс на раунд, который будет сейчас. А тут, ну, они просто быстренько раскидали, типа, мол, МАК-10 ЦЗшки и идем аркадить. А оставшаяся часть паузы уже была потрачена на планировку именно этого раунда. Так как проблемы у Роук все больше и больше. Первую карту они уже отдали. На второй после, казалось бы, хорошего, адекватного счета первой половины 9-6. После выигранной пистолетной серии двух раундов. Могут остаться вообще ни с чем. Малуке пытается пикать, но в него влетает молотов. Вопреждение. Классные позиции вот тут Тим Ван снова такие. Ближнюю, но мог не доиграть. В линейку двое подставились. Теперь ДиКей в попытке поймать тайминг. Может, затылок от Хика скорее получить. Так, или отпустят. Они дают ему пройти. Они позволяют это сделать. Массель, здравствуй. Здравствуй, второй. А там как бы все уже, кроме Хика, и погибли. Потому что параллельный Малюк включился с Пуэнта. Да, конечно, вот такой вот раунд. Ну, вот вариации у Тим Ван в защите намного больше. Зачем даже Роуку показывали в своем диффенсе пока что. Ну, возможно, вот тоже это все уже чисто время мне так делают, что я забываю то, что было в первой половине и фокусируюсь на второй. Но мы видим разные расстановки. Мы видим авик поджимающий, коннектор. Мы видим упорные позиции длины и шариков сразу параллельно. Но Тим Ван показывает грамотный мув. Главное, чтобы не было как, собственно, на инферно включивый момент, когда у Тим Ван вроде бы все здорово. И тут они начинают делать череду не самых адекватных раундов, которые для них заканчиваются одной большой проблемой. Снова тайм-аут. Но здесь как-то я особого смысла от Тим Ван паузы, честно говоря. Я не вижу. Возможно, снова рог прожали. Ну, банально в том, что у бразильцев все очень легко идет. У них даже напряженных раундов давненько не было. Вот этот раунд с дефьюзом бомбы, он был самый напряженный. Вообще за всю вторую половину, а то и за все это было три. Наша песня хороша. Начинай сначала. Дым летает. Здесь снова готовится та же аркада. Хэджка в этот раз не поспеет от Никома по таймингу. Ну, шансы больше, кстати, прорваться на точку, по-моему. Хотя десант на воду, а там сразу два игрока. Вот к такому жизнь и готовила. И вот опять же, ну просто три игрока на ранней стадии на Б Тим Ван. Мне кажется, раньше так жестко раунд не читали. Внезапно раунд стали открытой книгой для бразильцев, и те просто на шаг впереди находятся. Они и первую, и вторую аркаду Б зачитали моментально. Они сразу поняли, что за раунд готовится. Справились не без проблем. Но вот здесь сейчас интересный момент, так как раунд давно отвернулись от идеи уже аркадий Б. В ближнюю подступаются к Апленту. А тут меньшинство еще и с глубокими позициями. Видишь, как-то это еще удастся отыграть. Но пока малюки прям такие кричат. Не подходите! То убью. Может быть и убьет, а может и нет. Тайминговая зажигательная граната. Только что запалился один из игроков. Это, по-моему, кэрри был? Нет, по идее нет. По идее это должен был быть Хика. Ну и выбегание на малюка, у которого позиция хорошая. Авик присутствует. Но все же с минусом Атенский. Хоть и только с одним. 14.11, дорогие друзья. И всего лишь две раунды до победы Тим Ван. Ну и я не знаю, тут хватит усилий Роук или нет. Как победить себя в первую очередь. И смогут ли они показать нам такой камбэк. Атаки просто у Роук не присутствует. Причем максимально обидно то, что это не только на вражеской карте Инферно, которую еще как-то можно простить просто какими-то, знаете, дефолтными отмазками киберспортивными. Мол, еще не прииграли, еще там какие-то моменты. Микро, макро и так далее. Тут как бы оверпасс. Карта, которую пикнули вы. На атаке, ну, хватило на пистолетку и следующий раунд. Снова похожая расстановка сил. Эдикей только в этот раз прошел до фонтана. Дал энтри и отошел моментально. Бит, скорее всего, да, по-хорошему ему нужно отходить. Раз не сунулись в агрессию Роук, он сразу смещается. Интересно, какое решение будут принимать сами Роги. Похоже, что попытаются поймать тайминг, когда большинство находится на верхней точке и уйти на нижнюю. Но тайминги-то они не успевают поймать, по-моему. Уже сейчас бит несется на всех парах и уповать. О мой бог. Иксрей у Тим Ван включен или что это такое? Убит в первую очередь, конечно. Конечно, позиции хорошие. Вот, Теркей может встретить неподходящий для себя момент. Сик. Тенский. Снова опять же Тенский. Вдвоем смогли вскрыть позицию. Очень странно здесь стоит Малюка вместе с Эдикеем. Ну и по идее... Вроде как, во-первых, выдыхай. Ну, если не подставиться. Ага. Если не подставиться, Эдикей дает фраг. Но после этого вот прикрыть Малюка не успел. На что-то он отвлекся. Однозначно. Отвлекся на одного. Пытается сместиться. А тут Сик уже не отпускает. Ну, nice try. Тим Ван. Красавцы, наконец-то, а Рог, что в кои-то веки выиграли для себя раунд. Ну и... Слушайте, ну если не Тенский, то как бы Роги уже 50 раз-то было 3 бы проиграли. Вот реально на Тенске вся надежда. Он просто невероятно керрит свою команду. Причем даже не свою команду. Но получается у него это сделать. Нужно надеяться на то, что в последних раундах и все остальные включатся. Кстати, обратите внимание на деньги у Тим Ван. Сейчас бай после этого эка. До временной ничьи. И потом еще одна закупка. Так что Роги еще могут успеть запрыгнуть в последний вагончик поезда. И даже еще попытаться в основном периоде времени выиграть. Но для этого, конечно, нужны раунды за атаку хорошие. Снова интересная агрессия от Эдикей. Я слышу, что троих провел ухом. Неужели он снова прочувствует момент, когда можно ему проаркадить? Кто замечает? Но сам Эдикей фракты нашел. А тут уже тиммейт удал инфуэт Малюка. А там уже бит с Аугом. Потери очень серьезные. А у атаки денег никаких. Все выглядит как смертный приговор, если не будет бомбы. Ну а по-хорошему вообще всего раунда. Вот надежда на то, что Тенский где-то поймает какую-то шальную спину. Но пока больше на это шансов у Малюка, а не у Тенский. Клац, минус бомбкерри. Остается только Тенский. На тебя вся надежда. В принципе, это и раньше было понятно. С тем, как все происходит. 1-4. Тенский забирает Эдикей. Пробрасывает хаешку четко в направлении еще одного соперника. Это будет Теркей. Но бомба лежит очень далеко. И у Тенский 40 секунд на то, чтобы забрать ее и донести до одной из точек. Он, походу, не ждет такого решения от Малюки. Который просто прошел на шарике и убил соперника. 15-12 и 3. Матч-поинт для Тим Ван. В одном шаге от выхода в плей-офф находится эта замечательная команда. Бразильцы сегодня показывают очень качественный кейсик. И похоже, что уже вовсю настроены поиграть в плей-офф и попытаться побороться за квоту на Star Series A-League. Седьмой сезон. Ну, кстати, стану тогда уже вторым или третьим даже бразильским коллективом на этом турнире. Там же МАБР тоже подтвердились. То есть, в принципе, вот так тогда у нас будет интересно все это смотреться. Ну, оппонент впереди еще очень тяжелый. Да и этот матч еще не выиграли. Но сделали уже максимум для того, чтобы выиграть его здесь и сейчас. UMP, МАК-10, Диггл по 250-й ЦЗ. У Роук минимум гранат. Ну и как-то вот минимум идей за атаку показывают Роуки. Я не знаю, вот как это вообще объяснять. Но банально за две карты я увидел буквально вот полтора хороших раунда за атаку. Именно когда Роук молодцы. А не там что-то произошло непонятное. Итак. Ну, кстати, вот эта позиция ADK мне не очень нравится. Примерно по такой причине. Банально он только что дал девайс. Тут еще второй можно подарить. Малюка. Успевает сбежать. Но это плюс Кольт в распоряжении Роук. До недавних пор в таком мощном девайсе не могли разве что мечтать. А тут им просто сам ADK подогнал. То есть сами по себе идея аркадить, конечно, от ADK и вариации его аркад выглядят хорошо. На девайсах это очень помогало. Но здесь раунд другого калибра. Раунд, в котором у оппонента попросту изначально проблемы. И нужно этим пользоваться. Нужно играть строго. Ну, мне-то кажется, по крайней мере. ADK так не сделал. И в итоге немного нарвался на неприятности. Так, ну здесь TRK позиция не контрится. Ровно так же, как и бит, судя по всему. Правда, второго у него сил не хватает. Про TRK знают. Открывается на него, но без префайра толком. Ну, ADK, дорогие друзья. Ником с другой стороны подчищает то, что не смогли сделать опорники B-Planta. 2-0. 16-12 на этой карте. Ну и, в принципе, вот он результат по итогу. Бразильцы показывают то, что, ну, по заслугам выигрывают абсолютно Rogue. Ноль атаки у Rogue. Как бы не было это досадно признавать. И, к сожалению, никакой игры за вторую половину, что на первой, что на второй карте, от Rogue мы не увидели. Но с ребятами мы не прощаемся. Они падают в нижнюю сетку и будут пытаться еще играть там. Их ожидает Decider матч. Оппонент для них уже известен. Это, конечно же, замечательный американский ВП. Ну и, соответственно, на этом у нас день подходит к концу. Спасибо, что были с нами, дорогие друзья. Матч квалификации продолжится обязательно завтра. Так что заходите на Starvator 5. Всем...